Всем привет! Сейчас я хотел бы вкратце рассмотреть такой вопрос, как новые правила вступления в наследство. Нам сейчас много задают вопросов по этому характеру. Почему? Потому что большинство людей, например, которые не успели вступить в наследство после 24 февраля, у вас был месяц, вы не успели, потому что 24 февраля вы эвакуировались, соответственно, в течение марта тоже, и таким образом ваши сроки как бы пропущены. Так вот, здесь не стоит беспокоиться, все сроки, которые были, они продлеваются, то есть на период действия военного положения, то есть все сроки, которые действовали еще, и припадали, должны были заканчиваться после 24 февраля, они все продлеваются. То есть, грубо говоря, все, кто по каким-то причинам эвакуировался, переехал со своих мест проживания, переехал в другие страны, то есть вы можете, в принципе, сейчас и вплоть до отмены военного положения подать эти заявления и вступать в наследство. То же самое касается, так как мы видим, что военное положение уже затягивается, оно действует уже больше 9 месяцев, соответственно, если у вас произошел наследственный случай в этот период, то, соответственно, тоже все эти сроки, они продлеваются вплоть до окончания военного положения, и, скорее всего, даже после окончания, где-то месяц-два будет еще дано для того, чтобы люди успели подать свои заявления, потому что по разным обстоятельствам люди просто не могут этого сделать. Также, в принципе, вы можете пробовать открывать наследственные дела, предоставив вашему представителю, который есть на месте, соответствующую доверенность, и он может это сделать за вас, то есть как минимум открыть это наследственное дело. Также, в принципе, уже сейчас можно и вступать в наследство, получая право собственности на имущество, поэтому здесь ограничений нет. Поэтому всем, кому интересна эта тема, вот мы вам дали небольшую информацию. Напоминаю, что если вам нужна помощь нашей команды, всегда записаться на нашу консультацию, вы можете по телефону нашего колл-центра, телефон в описании к этому видео. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы знать обо всех наших новых видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео, мы будем стараться на них отвечать. Всем успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!